Девушки отдыхают Здравствуйте. Данис как раз, в отличие от нас, знал эту информацию. Данис, первый вопрос, который интересует, наверное, перед тем, как отправиться в Литву, всех абсолютно, я более чем уверен, насколько дорого сейчас туда отправиться? Потому что мы знаем, в Испании очень дорого. Ну да. В Эстонии подешевле? Чуть-чуть. А в Литве еще подешевле. Ух ты. Но у нас самое главное, что довольно-таки дешево, и соотношение цена и качество у нас очень хорошее и лучше, чем в Эстонии. Но напомним, у нас два года уже у вас евро. Евро, да. То есть все равно евро. Мы ориентируемся на евро. Если вы живете в Петербурге, кушаете в Петербурге... И получаете зарплату в евро, вам все равно... И получаете в рублях, даже по нынешнему курсу евро и рубля, в Литве вы будете себя чувствовать вполне комфортно. То есть человеком. Это важно. Это самый важный момент. Не так, как пару лет назад, но... Данюс, расскажите нам, я хочу сначала сконцентрироваться на столице, на Вильнюсе. Вообще, чем этот город может быть привлекательен для петербургского туриста, для русского туриста? Если хотите посмотреть Запад и не тратить большие деньги на перелеты, Вильнюс для этого очень подходит, потому что старый город Вильнюса в списке охраны ЮНЕСКО. Это не просто так, потому что... То есть старый город, как в Таллине, как в Риме, как есть? Он в четыре раза больше, чем в Таллине. И это жемчужина, как все признают, что это жемчужина барокко, потому что нет в Европе, в Восточной Европе города с более выраженными элементами барокко. 47 церквей и костелов. Небольшой, уютный, но самый большой в Литве город, больше полумиллиона человек. То есть Петербург и Вильнюс где-то вот в этом плане, рядышком. Да, я думаю, так как я себя почувствовал, что я, когда приехал в сентябре сюда работать в Петербург, я почувствовал, что Петербург это мой город. Каждый Петербург, приехав в Вильнюс, скажет, что это мой город. Вот смотрите, мы показываем сейчас как раз старый город Вильнюса, но действительно очень большой Таллинн, невероятно маленький. Ну, покажите, на правой стороне. Здесь уже 2300 озер в Литве, так что тоже место. Это самый старый в Европе университет, который намного старше, между прочим, московского университета. Тракай, наша столица. Тракай, замок, да? Тракай, монастырь. Уникальная вещь, это крестовая гора, которую даже в советское время не сумели восстановить. Паланга, музей янтаря. Паланга, это же знаменитый курорт, да? Да, это 200 метров от моря. Вот тут, наверное, Курская коса, я так понимаю. Знаете, ладно, пусть фотографии... Мы тут не успеем за всем. Да, да, идут своим чередом. Вот это воскресенье, ярмарка Козюкоса, и еще есть возможность в пятницу сесть на прямой самолет у Руслайна. Сейчас, вот, это очень хорошо, что вы говорили. Да, сейчас уже почти год Руслайн имеет прямой рейс, это 55 минут, и вы будете в Вильнюсе. А что интересно, что в Вильнюсский аэропорт ехать до центра, это 10 минут. А расскажите, а вот билетик-то сколько стоит у нас сейчас, например? Ну, 100 евро, 200? Меньше, меньше, это около 80 евро, но если вы будете покупать в пиковые дни, это будет около 100. Вот, кстати, вот девушку показали вчера, вопрос, который я хотела задать. Говорят, что совсем скоро Литва, Вильнюс станут европейскими столицами термальных источников, спа-курортов. Вот это правда? Я думаю, что это уже сейчас. Это сейчас уже так существует, потому что Друскиненькой, Паланга, Бирштанас, это вот города-курорты, где сейчас люди, которые, как там говорят, полжизни зарабатывают деньги, а потом полжизни тратят на то, чтобы лечиться, пока они заработали эти деньги. Литва и курорты Литвы для этого очень похожи. Хорошо, вот сейчас, потому что мы в основном летнюю натуру смотрим, да, все в зелени. Вот сейчас у нас впереди, в Российской Федерации, у нас праздники впереди, там, 4, кто-то себе 5-6 дней сделает, я более чем уверен, да? Вот отправиться, полететь, тем более, вы говорите, 55 минут до Вильнюса, там разместиться, я думаю, что это не проблема. Сейчас вот что будет происходить вот там на следующей неделе? На этой неделе будет как раз происходить весенняя ярмарка, и около 5 тысяч ларьков, где можно купить все, кроме дешевые китайские фразиции. Это не все ларьки, которые в Москве убрали, да? Нет, нет, это такие временные, как и везде в Европе, где ставят ларьки, а потом их убирают ночью, а потом их опять ставят. Так что ярмарка Казюкос, это традиционный праздник весны. А что там на ярмарке? Там можно купить одежду? Там можно купить, прежде всего, литовские разные лакомства, которые петербуржцы очень любят. Какие любят петербуржцы? Ну что, петербуржцы любят, нас шикотит, конечно. Шикотит? А что это такое? Это называется пирог-дерево. Ага, это пирог? Он рекорд сейчас 2 метра 20 сантиметров, по-моему. Ого-го, зачем такой большой? Сок березовый, смотрите. Он тебя победит. Ну, березовый сок есть и в Литве, но не очень популярен, но мы его тоже производим. Местные изделия, сыр, который, к сожалению, россияне сейчас почему-то сами себе запретили... Вот это мы тоже переживаем на этот счет. Да, вы не только переживаете, а вы приезжайте в Литву и там попробуйте. Тем более, что, как я говорю, перелеты или, скажем, поездом, это, конечно, намного... Около 18 часов вам займет поездом Петербург-Калининград, сесть и выйти в Литву. Хорошо, а если мы вот отправляемся, помимо еды, я вообще первое, что всегда интересуюсь... Рыбалкой? Нет, не рыбалкой. Я всегда говорю о том, какая кухня, но тем не менее, вот где нужно побывать в Вильнюсе, если мы отправляемся первое... Ты была, кстати, в Литве? Я вот не была, очень хочется. Я не был никогда в Литве. Это, конечно, старый город. Это старый город, это старый город, и посмотреть Европу, историю Европы через историю Вильнюса, вы за каких-то три часа много что понимаете. То есть там какие-то музеи специальные есть, либо нужно брать гида по маршруту? Есть и обзорные экскурсии, как и во всей Европе. Можно заказать себе индивидуального гида. Да, гида. Тем более вам любой вильнюсец, потому что, я так думаю, процентов 90 жителей Вильнюса говорят на русском, и вам всегда подскажут, куда прийти. Есть хорошая инфраструктура, где можно прочитать указатели, есть рекламная литература. Мы в этом смысле очень хорошая страна, потому что человек, турист из России себя будет чувствовать уютно. Потому что, несмотря на что, не на все, что тут иногда думают о странах, особенно Балтии, в Литве, нормальные. Да вы что думаете? Любим мы эти страны, если честно. Давайте еще раз скажите. Любим, очень бываем, очень часто. У нас море соленое. У нас, конечно, есть. Но в июле по колено можно заезжать. Ребята, можно небольшое сравнение? Не буду сравнивать с Финляндией ни в коем случае. Но если брать ту же самую Эстонию, то там взрослые люди говорят по-русски. А молодежь, например, официанты, молодежь, которая работает в кафешках, в сувенирных лавках, уже не говорит по-русски. Я думаю, что по всей евростатистике Литва вообще стоит на первом месте на то, сколько языков знает житель Литвы. Но молодежь вот там говорит по-русски, молодые, 20-летние. Молодежь очень неопределенная, потому что есть определенная категория, которая начала учиться в школе, скажем, в 91-м, 92-м, они меньше говорят. Но 80% жителей Литвы говорят свободно на русском языке, как и на английском, около 60% владеют. Так что в сфере обслуживания, в гостинице, в ресторанах и кафе вы услышите хороший русский язык. А если этот не будет знать, второй будет знать обязательно. Вот тут Андрей листает книгу. Да, брошюру, которую вы нам принесли, она называется «Тайные причины любви к Литве». И на четвертом месте стоит одна из причин такая. «Самые красивые женщины». Это правда? Это очень просто. У литовцев нет абсолютно никаких сомнений в том, что литовские женщины прекрасны. Вы знаете, мы не будем вас оставить в неловкое положение. Рядом с вашей соседкой я не хотел бы читать эту страницу. Мы скоро поедем на литовское телевидение, в командировку недельку поработаем там. Вы знаете, беседка в Литве. Почему нет? После ботокса я могу поехать куда угодно. После уколов красоты, ты же понимаешь. После ботокса я с тобой хоть на Камчатку к медведям поеду. Хорошо. Я не знаю, с детьми отдых. Ну, давай спросим про детей. С детьми отдых, отправляясь с семьями, насколько это комфортно будет? Я думаю, что если вы поедете в Друзкиненькой, там вы оставите своего ребенка в аквапарке. И на неделю. Вы сели рядом с аквапарком, сейчас построили гондолу. Сели в гондолу. Гондолу? Да. И через весь город вас перенесут к сноу-арене, где вы и зимой, и летом сможете прокатиться на лыжах. Как в Венеции. Как в Эмиратах. Как в Арабске. Даня, вот про гондолу очень интересно. Мало времени, мы не можем не спросить про визу. Визовый режим, как долго делается виза, сложно ли ее получить? Это серьезный вопрос. Если вы едете по туристической, с туристической фирмой, вам все быстро сделают. А если мы едем дикарями, как мы любим ездить с палаткой? У вас должна быть бронь, у вас должен быть билет, у вас должно быть доказательство, что у вас есть деньги. То есть выписка со счета. Да, со счета. Это традиционная схема, которую мы, члены Шенгенского союза, ну, Шенген и Евросоюза, это немного разные вещи. Потому что есть страны, которые не в Евросоюзе, но в Шенгенской, и наоборот. А Литва в Шенгене? Да, Литва в Шенгене. И тут стандартная процедура, так как в прошлом году мы выдали в Петербурге больше 34 тысяч виз, это значит, что это, между прочим, рост, несмотря на то, что тут говорят о внутреннем туризме, о кризисе из Петербурга. То есть все несложно. Это все несложно. И самое главное, что петербургцы больше едут в Литву, чем раньше. Вы знаете, захотелось в Литву. Захотелось. Очень давно хочется в Литву. Давайте будем в Литву. Не будем обращаться, там все официально. А может быть обратимся, не знаю. Спасибо вам огромное. Дайнюш, ну, господи, давай расскажем. Ну, господи, давай расскажем. Дорогой наш тайник, слава с тобой. Благодарим генеральный консул Литву в Литву в Санкт-Петербурге. Друзья, впереди у нас рубрика «Сделай сам», после чего мы еще немножечко тут поговорим, ни о чем. А потом Александр Бон у нас будет сегодня. Стоит в прямом эфире, друзья. Ай, давайте сейчас рубрика. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем рисовать традиционную китайскую живопись Гу Хуа. Тема нашего урока – Мэй Хуа. Это «Дикая слива» в переводе с китайского. Начинаем мы ее рисовать со ствола. Для этого нам понадобится черная китайская тушь. И для начала рисуем сухой ствол, из которого пойдут уже более молодые побеги. Их мы рисуем более темной тушью. На данном этапе мы закончим рисовать стволы ветки и перейдем к цветам. Для цветов мы берем другое блюдечко. Здесь у нас пионовый цвет, бордовый цвет. И добавим еще немного коричневого. Бутоны у сливы располагаются очень густо. Если вы посмотрите картинки, то ствол буквально весь утыкан красными шариками, бутончиками. Теперь, пока еще не высохли наши цветочки, вот если попробовать, они еще влажные, мы рисуем на них тычинки. После того, как ко всем нашим цветочкам мы подвели ножки, везде нарисовали тычинки, можем еще раз взглянуть на картину и заняться небольшим украшательством. То есть кое-где дорисовать тонкие веточки. На этом наша картина завершена, и мы поставим на нее авторскую китайскую печать. Спасибо за то, что были с нами, и до новых встреч! Дорогие друзья, мы продолжаем. Напоминаю, что у нас сегодня много подарков для вас, а у вас много звонков для нас. Мы говорим, алло, вы дозвонились. Как вас зовут? Слушаем ваше предложение. Добрый день. Ведущий меня зовут Юлия. У меня такой вопрос. Хочу предложить тему для следующей недели, поскольку она будет масленичная. Как внутри родственников и друзей правильно встретить масленицу по дням недели в меню стола, поскольку будет великий пост, и что уже нельзя есть, а что еще можно. Юля, правильное предложение. Спасибо вам большое. Много звонков просто. Да, 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 спасибо. Как правильно встретить масленицу? Среди друзей и родственников. Следующий, алло, здравствуйте. Как вас зовут? Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Инесса. Очень приятно. Я хотела бы предложить тему природной антибиотики. Какие существуют? Интересно. Расскажите, пригласите врача, чтобы они рассказали, как не заболеть сезон простуд, который... Очень хорошее предложение, да. Травоведа какого-нибудь пригласим. Ой, да, 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 да. Спасибо большое. Еще следующий звонок. Доброе утро. Слушаем вас. Говорите. Алло. Доброе утро. Я поддерживаю предыдущего оратора. Оратора, да. Я бы предложил тоже поговорить о масленице. А масленице? Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина, очень приятно. А какая именно тема масленичная вас волнует? Масленичная, мне хотелось бы знать, когда зятя пригласить. Понятно. Блины. Вам какие лично блины с икрой или с мясом нравятся? Я бы хотела послушать разные рецепты. Хорошо, ладно. Спасибо, Галочка. Спасибо вам большое, да. И еще один звоночек принимаем. Алло. Алло, как зовут вас? Доброе утро. Говорите, алло. Алло, это Наталья. Наталья, здравствуйте. Я бы хотела обсудить вопрос с юристом. Да. О наложении границ участков при составлении межевого плана. Вот у нас 4 года уже не решается этот вопрос. Вот. Мы по садоводческим делам юриста пригласим на что? Я думаю, что эта проблема не беседочная даже, а по нашей полезной консультации. Хорошее предложение. Наталья. Почему тень от сосны падает на мой участок соседнего? Наталья, я надеюсь, вы знаете, что у нас ежедневно в 16.10 выходит в эфир программа «Полезная консультация», где очень часто в эфире появляются юристы, и мы обсуждаем эти вопросы. Обязательно зададим этот вопрос. Друзья, а вот еще, есть еще письмо. Давайте быстро. Доброе утро, ведущий. Предлагаю вам новую рубрику, которая поможет каждому сберечь жизнь человеку, которому по какой-то причине стало плохо. В школе разные уроки вели, поясняли, как нужно сделать искусственное дыхание, массаж сердца. А сейчас очень мало людей информированы этим. Давайте все вместе утром рассказывать, показывать, как и что нужно делать, когда человеку плохо. Берегите себя и близко. Юля. Юля, спасибо. Хорошая тема. Как помочь человеку в экстренной ситуации, как вообще, я не знаю, запустить дыхание. Да, да, да. Поделаем искусственное дыхание манекену. Друзья, вы знаете, что впереди самая интересная часть нашей программы. Я даже четверостише сочинил. Что ж, Людмила, сменим том, впереди у нас Саша Бон. У нас же реклама. Да, во-первых, да, Александр Бон. А потом будем подводить итоги ваших звонков, будем дарить билеты. Реклама давайте уже.